А по дорогам Кубани проехал автомобильный крестный ход. И несмотря на то, что это первый опыт, автоколонна впечатляла своей представительностью. 30 машин, украшенных флагами России и края, автобусы с прихожанами и частные лица. Все пожелали принять участие в этом действии. Дату для проведения крестного хода определили на день попраздненства Честного и Животворящего Креста Господня. Рано утром у храма Рождества Христова заканчивались последние приготовления перед началом торжественного мероприятия. Возглавил крестный ход благочинный церквей 1-го Екатеринодарского округа протеерей Александр Игнатов с общиной авто. Колонной, во главе которой шла передвижная звонница, автомобили должны были объехать столицу Кубани. Остановки планировались у поклонных крестов, которыми с четырех сторон при въездах огражден Краснодар. Первая остановка – поклонный крест при въезде в город со стороны поселка Яблановского, который принадлежит Республике Адыгея. Здесь крестный ход встречали прихожане расположенного неподалеку Александроневского собора, которые по каким-либо причинам не смогли принять участие во всем объезде города. Священнослужители отслужили молебен и акафист Животворящему Кресту Господню. Надо сказать, что и крестный ход имел название «Кресту Твоему поклоняемся Владыку». И цель его, по словам отца Александра, организатора мероприятия, побывать у крестов, которые ограждают город с четырех сторон, вознести молитву и не забывать о силе креста, особенно в эти праздничные дни. В преддверии праздника крестовоздвижения и первого автомобильного крестного хода члены одной из общин Храма Рождества Христова обновили все поклонные кресты, ограждающие Краснодар, побелили, чтобы к празднику они были как новые. У следующего поклонного креста, установленного на хуторе Ленина города Краснодара, колонну автомобилей встречали прихожане местного храма великомученика Георгия. Здесь также был отслужен молебен перед крестом. Молебен совершали священнослужители, участники крестного хода и духовенства Свято-Георгиевского храма во главе с настоятелем и романахом Спиридоном. К моменту прибытия крестного хода отец Спиридон с паствой уже прочитали Акафист Кресту Господню. Святой поклонный крест и собравшихся верующих обильно окропили святой водой. Пение величания, тропаря и кондага празднику практически не прекращалось. Далее по трассе колонна автомобилей двинулась к последним двум точкам. У поклонного креста, расположенного на трассе Ростов-Дон, также состоялся молебен с молитвой честному кресту и окроплением святой водой. Последним пунктом остановки была станица Елизаветинская, где также вознесли молитву. Казалось, благоприятствует мероприятию и погода. Накануне в Краснодаре шел дождь, а в продолжение всего крестного хода поездку сопровождало ласковое солнце. Завершился первый автомобильный крестный ход у поклонного креста, который установлен у храма Рождества Христова. Около 130 километров в общей сложности проехали его участники с молитвой вокруг города. Пять часов в целом длилось все мероприятие, надолго оставив в сердцах верующих послевкусие благодати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова